Приветствую вас, Диана. Первое. Откуда вы узнали, что ваш молодой человек называл вас некрасивой? Откуда эта информация? Уверены ли вы в ней? Почему этой информации вы поверили, а потому что молодой человек вам говорил, что вы красивые проучения? Дальше. Конечно, разойтись вы можете. Вам этого никто не запретит, по большому счёту. Но проблема не решится. Проблема того, что вы не принимаете себя, проблема того, что вы обесцениваете себя, проблема того, что вы сравниваете себя с другими девушками, я так полагаю. Проблема от этого никуда не денется. Поэтому здесь имеет смысл поработать как раз с вашими комплексами, поработать как раз с тем, что вы себя обесцениваете, да, как бы, ну, поменять ваши установки и взгляды. И, соответственно, повысить вашу уверенность в себе и чтобы вы ориентировались всё-таки не на то, что говорят другие люди или не говорят, а на то, что вы вот сами даже не представляете, а чувствуете. Вот. Ведь по факту свой внешний вид изменить вы не можете. И вам дано то, что дано. И по какой-то причине вы это оцениваете с точки зрения красиво-неграсиво. Вот. Так что вот здесь, в принципе, такой момент, да. То есть, отвечая на вопрос, как вернуть доверие, я бы сказал следующее. Следующее. Доверие можно вернуть только начало доверять само себе. То есть, если вы доверяете себе, всё супер. Если вы себе не доверяете, то начинаются проблемы. И проблемы это достаточно серьёзные. Вот. Потому что, видите, если себе не доверяете, то получается такая история, получается такой момент, достаточно неприятный момент, когда вы зависите полностью от человека. Вот. От того, как человек себя поведёт, от того, как человек себя, ну, от того, что человек скажет. И от того, что вы узнаете, правда это или нет. Вот. И, как бы вы говорите о том, что вот от его комплиментов, да, я расцвелался, стал увереннее в себе и прочее. Но проблема-то вас это не решило. То есть, это не решило проблема того, что вы не уверены в себе. Это не решило проблему того, что вы сами себя обесцениваете. Это не решило проблему того, что вы по факту ставите себе определенные условия. Условия, при которых вы можете быть классный, привлекательный, сексуальный, красивый и прочее. Ну, знаете, какая штука. Ну и кроме того, смотрите, вы обесцениваете выбор своего молодого человека, получается. То есть, то, что он вас выбрал, для вас сейчас не имеет значения. То есть, вы не верите в него. А зачем это, Раслан? Чтобы что? Вот. То есть, вот понимаете, да, так, мое ощущение, что вы не смотрите в корень проблемы, в ее суть. А суть ее в том, что вы себя не принимаете. Суть ее в том, что вы себе не нравитесь. Суть ее в том, что вы оцениваете себя. А это все достаточно деструктивная история, которая вам не поможет. Поэтому расходиться. Можно, знаете, проблему эту не решить. Восстановить доверие. Ну, можно восстановить доверие, если он вам, к примеру, сможет донести, если он вас убедит. А в том, что на самом деле ничего такого не было, что его там неправильно поняли, или что-то вроде того. Вот. Что это был там, ну, комплекс не такой, или что-то такое. Он может вас убедить. И Север нерется постепенно назад. Но вы же понимаете, что это все зависит только от того, да, верите вы ему или нет. То есть вы опираетесь на то, что вы для него красивы, вы для него привлекательны, и так далее. Но вы не опираетесь на себя. А без этого ваше доверие всегда будет под большим сомнением. Потому что стоит человеку совершить какую-то ошибку, стоит человеку совершить какое-то действие, и все. И доверие опять пойдет все, как бы, ну, прахом, да. И мне кажется, что выстраивать отношения на такой достаточно неустойчивой основе, на неустойчивом фундаменте, ну, мне кажется, это не лучший вариант. Мне кажется, это абсолютно не лучшая история, потому что все-таки это может просто привести к постоянному напряжению, напряжению, к постоянному подозрению, и прочее, прочее, прочее. Вот. Такой вот момент. То есть, смотрите. Вот вы пишете. Значит, так. Мне сейчас у меня не супер, но многие считают милой, я достаточно зажатой, закомплексованной была. Вот откуда это? Из-за чего это? Почему? Да, да. За год отношения его комплиментов изменилось в лучшую сторону. Опять же, здесь оценка. Изменилось в лучшую сторону, в лучшую для кого. Стало увереннее и поверилось, что кому-то, что могу кому-то по-настоящему нравиться. Вот именно, кому-то. Могу кому-то нравиться, поверила. Но себе этого и по-прежнему не нравится. Понимаете, какая штука. То есть, если вы полностью приложили ответственность за восприятие себя на другого человека, и соответственно стали от него зависимыми, и соответственно теперь выстрадаете. Вот и все. То есть, такие, знаете, может быть и искренние отношения, но недостаточно зрелые. И явно здесь вы компенсируете свои трудности, ну, свои проблемы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Найдите возможность обратиться к психологу за помощью. Всего вам самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится. И мне кажется, стоит поговорить с мужчиной по поводу того, что вы узнали.